Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус. Продолжаем строить умный дом. Все работает. Коробочка установлена с компьютера, с телефона. Все работает так, как и задумывалось. Пришло время подключать пульты управления. Раз уж с кнопками не удалось, они по-прежнему отключены. Будем разбираться с ними чуть позднее. Будем подключать инфракрасные датчики. Самые обычные модули. Тфопы. Устанавливать будем в два разных места в комнате. Два датчика у меня есть. Я проверил. Они работают параллельно на одном пене. Это значит, что мы вот таких датчиков можем установить. Огромное количество хоть на всю квартиру, лишь бы хватало питания. И все они будут работать как один единый приемник. Это офигенное решение для умного дома. Пульты. Можно использовать абсолютно любые 38-килогерцовые. Родной пульт. Дешевый китайский. Стоит что-то было 40 рублей. Шел в комплекте с этим датчиком. Точно такой же дешевый китайский пульт для светодиодной ленты. Он тоже работает на той же самой частоте. Работает ли? Да, вот это синее мерцание. На самом деле это инфракрасный фильтр. Фильтрует, получается, как бы синий. Работает. Ну и даже пульт от телевизора, монитора. Знакомая история. Его тоже можно привязать. Можно привязать пульт от видеомагинтофона. Можно привязать пульт от телевизора. Можно привязать пульт от, я не знаю, джойстика какой-нибудь инфракрасный. Если есть, можно привязать инфракрасный джойстик. Без проблем. Будем внедрять. В качестве связующего элемента будем брать моно, да, к сожалению, моножильную витую пару, стандарт UTP 4.2.24 AVG, ну, UTP 4, ну, ничего не важно, главное, что менее 9 Ом, тут нет такого сопротивления, которое бы погасило его на протяжении, ну, 100 метров 9 Ом, ну, в квартире максимум, наверное, будет, ну, метров 20 расстояние, если все это как-то укладывать, прятать, никаких наводок, разумеется, тоже быть не должно, я проверял два работы параллельно, очень классно. Будем резать, пороть и подключать, поехали. Таким маклером, значит, вот так вот его мы не сможем поставить, так мы его не поставим, прием, и к лаборатору тоже не смотрится. Можно, конечно, и не поет мне на хрена. Пока вас развлекает моя женщина, я тут ковыряюсь, установил датчик, запаялся, он теперь смотрит внутрь комнаты, и из любой точки комнаты можно смотреть, ну, и все, собственно, дальше пошла, вот, витая пара протянутая, ну, вообще-то, вообще-то имело смысл просто волосню оставить, ну, сейчас буду протягиваться туда, также через патроны, и все, и в коробочку, ну, и подключаемся, и готово, собственно. Ну, вот, практически готовая смонтированная коробочка. И там у нас установлен датчик. Пришлось его немножечко переделать, я решил его все-таки не перепаивать, аккуратно подпаялся к паре. Так гораздо эффективнее получается, соответственно, все у нас отлично работает. Кроме, кроме одного, кроме самого, зараза, датчика. Дело в том, что третий разбери, который там вот установлен, третий разбери, зараза, работает на новых образах, ну, то есть, вот, можно видеть, да, релюшки срабатывают. Все рубит. Остается только теперь, соответственно, устанавливать, еще делать отводы, устанавливать умные розетки сюда же, вот, все, тут уже, видите, пошло дело. Ну, и, соответственно, дальше вот разводочку еще нужно монтировать, само собой. Вот они, остатки коробов. Два, 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 да, два с половиной отвода. Отводы, они пойдут у нас вот сюда. Будут установлены, туда я уже проброшу остатки проводов, они там уже будут висеть, не здесь. Ну, и, соответственно, вот это все будет убрано в короб, аккуратненько. Ну, и вот, а здесь уже все готово. Так, очень просто и симпатично. По-хорошему, конечно, это все нужно в принту смонтировать, но и вот такой вот коробок поверх тоже неплох. Мне кажется, для мастерской этот вариант более чем симпатичный. Ну, и, конечно, можно накрыть эти лампы какими-то такими сексуашечными плафонами, но, опять же, это мастерская. Больше нет смысла корячиться. Ну, а с самой Татьяной будем разбираться, что там у нее за проблемы. Эх, как бы не пришлось перепиливать модули, но в любом случае я склоняюсь к тому, что нужно будет составлять Татьяну как единый комплекс из нескольких синглтонов. То есть, кнопки будут читаться отдельно полностью. Допустим, кнопки читаются отдельно, блочные кнопки читаются отдельно, планировщик проверяет план полностью отдельно, не потоком, а именно уже процессом. То есть, даже не сам процесс, а отдельный скрипт полностью за обработку, включение-выключение устройств. Также отвечает отдельная вещь, ну, разумеется, опросы ДНЧ, вот эти датчики, которые я тогда рассказывал, но не показывал, вот за этот датчик отвечает тоже. Вот, и все это должно быть в отдельных потоках, чтобы друг с другом не конкурировал. У меня возникли проблемы, я все напихал уже, и как бы там не заморачивался с трейдингом, там пытался внедрить семафоры и прочее, прочее, прочее. Ни хрена там не получается по-человечески. Нужно делать это действительно мультипроцессом уже. То есть, многопроцессным приложением с именами отдельными. То есть, такой капитальный демон. Это перебор, будем делать из нескольких таких вот вещей, скажем так. Это строка лога и строка запроса. Охуеть. Да, время 5.36 по Москве. Я это сделал опять. Где там? Не ты. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok